Центр управления городским имуществом ЦУГИ Вот здесь сейчас прям стоит пикетчик Национально-своительное движение Который отстаивает права патриотов Плакаты прямо напротив таблички Которую вы видели, я вам показал крупно Центр управления городским имуществом Метод работы ЦУГИ прост Кому война, а кому мать родна И второй плакат Враг готовит Майдан От СУГИ незаконно лишает помещений патриотов Обращаю внимание ваше, что вчера Был совершен рейдерский захват Незаконные Проникновения помещения Депутата Государственной Думы Евгения Васильевича Федорова Которые выделены ему законом Все знают о неприкосновенности депутатов Так вот, это помещение Старопанский перелог, дом 5 Которые выделены законом Для встречи депутатов со своими избирателями Вчера на него Даже уже позавчера произошел первичный накат А потом ночью начали вывозить мебель Инициировал все ЦУГИ Даже конкретные фамилии Нам известны Например, Лебедев, главный инженер Лебедев Про которого пишут, что он Антипутинец Антипутинец Антипутинец, да И есть информация о том, что именно они Все это инициировали Причем, обращая ваше внимание Депутат Государственной Думы Он имеет неприкосновенность и защищен законом Каждому депутату Государственной Думы Выделяется специальное помещение Федеральным законам В котором он может встречать Свой электорат Встречать, проводить встречи С избирателями Так вот, сейчас незаконно изымается это помещение На территории этого помещения Также находится Штаб Центрального освободительного Национального освободительного движения Вот я крупно показываю еще раз табличку Центр управления городским имуществом Государственное университетное предприятие города Москвы С этой стороны еще раз вам покажу табличку Здесь уже вот вход Центр управления городским имуществом И вот отсюда пошла команда Убрать у патриотов помещение И пикетчик Национального освободительного движения Встал вот здесь в пикет Прямо напротив Таблицы Также здесь, кстати, для информации вам Потому что мы вчера обратили внимание Огромное количество людей Репатриантов стояло в очереди Я по наивности подумал, что они стоят в Академии еды Но потом мне ребята говорят Посмотри, какая здесь табличка Табличка Российское израильское агентство Нью Израиль Вот И вот здесь еще центр израильский Обратите внимание, культурный центр натив Именно культурный То есть культурный Сразу подозревается, что это все идет под эгидой И управлением Министерства образования и науки Пикеты возле которого мы проводили Несколько дней назад Возможно, что это и общая реакция Получается так, что за ваши деньги В той же самой Строгановском университете Обучают студентов, я имею в виду на федеральные деньги Ректора стали передавать свою власть по наследству Потому что Министерство образования и науки Она теперь отменила всю выборность То есть никто теперь не выбирает ректоров Они просто назначаются командным управлением сверху То есть передают свою власть по наследству И все это похоже Одни и те же ноги растут И вчера вот здесь, на этой площадке было огромное количество людей Еще вот здесь внизу стояла табличка Мы ее засняли, показали Там было написано Центр репатриотизма, репатриации То есть конкретно речь идет о том Что по линии культуры Перековываются патриоты в предателей Вот простыми словами я назову именно так Потому что слово репатриация Я по-другому перевести никак не могу Репатриотизм, ну как это еще? Ре это переделка То есть переделка патриотов в предателей Ну просто все удивительно И здесь же находится Плехановка Вот кто не понял, это здание Здесь же находится огромное здание Плехановского училища Где учатся тысячи студентов Андрей, добрый день Здравствуйте, да Я Андрей Федотов Прибыл из Севастополя на своем сармонском мобиле Но я после того, как узнал, что была предпринята попытка Реверского захвата центрального штаба Национального субъекта движения в Москве Я был шокирован с одной стороны А с противоположной стороны Я совершенно не удивлен Потому что такими методами Произведена попытка Подорвать Возможности для Участников национального субъекта движения Москвичей и приезжих Собираться в центральном штабе Организовывать там Собрание, проводить координацию Пикетной деятельности По городу Геория в Москве Таким образом, я считаю, что Попытка рейдерского захвата Это не только попытка занятия помещения Что, в принципе, рядовой случай Но это очевидная попытка Подорвать основу и функционирование Нашего центрального штаба А также снабжение регионов Информацией, координацией И другими детенционными материалами В частности Поэтому рейдеры Это не просто рейдеры Они покушаются на свободу и независимость Наше Отечество Именно национальные события движения Участники национального события движения Они защищают нас Вот за американской Вы хотите присоединиться? Вы знаете, это немножко будет нарушение закона Потому что по закону Только один имеет право Человек стоять в пикете Просто вам для информации Ну, за ваш патриотизм Большое вам спасибо Я нарушаю закон постоянно Я вас заснял Давайте вы лучше комментариями не дадите Потому что мы не будем нарушать закон В пикете решено только одному стоять Поэтому у нас Но вы можете дать пару слов То есть речь идет о рейдерском захвате Вот видите, написано Центр управления городским имуществом И сейчас он выселяет патриотов Из... Значит, есть помещение депутата Государственной Думы Защищаемое законом Они наплевали на этот закон Просто выгоняют людей из помещения Давайте Можно? Давайте Здравствуйте, уважаемые Происходит рейдерский захват Центр управления городским имуществом Сам воевал, знаю 2015 год Славянцевский район Деревня Сокольники И когда патриотов лишают Того, что они заслужили Одну минуту, прошу прощения Да, хорошо Вот Мушин неожиданно подошел И все быстренько сразу понял И решил дать комментарий Ага, давайте мы вас слышим Я против того, чтобы в это страшное время И в любое другое патриотов страны Решали помещения Потому что в наше военное время Это просто преступление Мое имя Дмитрий Фамилия Варнавский Варнавский Дмитрий Юрьевич Официально вам понести за эти слова наказание Если это нужно будет Это моя точка зрения А вы воевали, вы говорите, да? Да, в 2015 году я участвовал Но тогда не было специальной военной операции Да, да, да Я участвовал в казачестве Без денег, без ничего Ага, ну вы патриот настоящий Вы сразу Поэтому я и присоединился к этой акции Потому что так поступать нельзя Спасибо вам большое Спасибо вам большое за комментарий Вот неожиданный человек подошел Вот и Неожиданный человек подошел И сказал свои пару слов Просто как это, эмоции Он же не знал, что в одиночном пикете Имеет право стоять только один человек Да, молодец Вот это у него душевная То есть такая непосредственная реакция Душевные порывы Это нужно поддерживать И я надеюсь, что большинство наших соотечественников Точно так же подойдут пикетчикам Национальные особые движения Символически станут с ними рядом И присоединятся к дальнейшим работе штабов Вот и берите человека пример А что касается рейдерского захвата Я повторюсь Это не только незаконное занятие помещения Что рядовая ситуация Рядовый случай Это попытка Незаконный отбор помещения Они пытаются отобрать как минимум на полгода Совершенно верно Это больше Это попытка остановить деятельность Национальные особые движения Как и в городе Герои Москве Так и в регионах А это значит Если бы это удалось То Соединенные Штаты Америки Были бы очень довольны Что произошел сбой В снабжении регионов Агитацией, координацией Политической То есть простыми словами Патриоты не смогли достаточно хорошо объединить Сконсолидироваться Чтобы противостоять Вот этой американской Террористической, агрессивной Чиновничьей, бюрократической машине Совершенно верно К счастью удалось Приостановить Рейдерский захват Но у помещения Был нанесен Значительный ущерб То есть там Пропали агитационные материалы Вынесли мебель Вынесли мебель Сняли флаги Не смогли потом Наши соотечественники Патриоты Найти Некоторое количество флагов И так далее Чтобы восстановить прежний порядок Придется затратить время Деньги И соответственно Занять это время От борьбы за свободу И независимость нашего отечества В принципе Часть своей цели Эти захватчики Уже выполнили Потому что мы сейчас вынуждены Стоять в пикете Против этого отцуги А мы должны стоять По идее в пикете За свободу и независимость Нашего отечества За восстановление полетных заданий Наши стратегические РВС И за конституционную реформу А вместо этого Мы стоим Демонстрируем наш протест Против действия этого отцуги Я возмущен И надеюсь Что они понесут Заслуженное Наказание Сейчас еще раз показывают Враг готовит майдан Отцуги Незаконно лишает Помещения патриотов Ну это удар Под патриотическому фронту Просто Метод работы отцуги Кому война А кому мать родна Совершенно верно Вот это Мутное напряженное время Сейчас Андрей Можно я оставлю пару слов То есть получается так Что на территории Оккупированной Россия Мы находимся в оккупации Как известно Холодная война Выиграли американцы Здесь надо добавить Что Посмотрите выступление Джорджа Буша Старшего 92-й год В конгрессе США Мне недавно попалось Это видео Но там он прямо говорит Что СССР сам не распался Америка приложила Огромные усилия Чтобы разрушить И уничтожить СССР И он называет Как минимум Трех президентов Стран США Которые непосредственно Участвовали В уничтожении СССР И они добились своего Америка поставила Своей задачей Победить в холодной войне До полного разрушения СССР И они добились своего А СССР Своей задачей Победить США И разрушить их Вообще не ставил Поэтому мы наблюдаем Что американцы Через Горбачева Реализовали проект По уничтожению СССР Горбачев подписался На незаконное решение И как Андрей правильно сказал Нужно собирать Общественное мнение И стоять в пикетах Это самое Просвещать население В том Какие процессы произошли Только так Мы можем противостоять Сейчас миллионный иск Собирается 300 тысяч подписей Уже собрано Людей осознанно Которые понимают Что никаких майданов Революции Не должно быть И не будет А мы поменяем Эту систему Законным Правовым путем Через сознание народа И вот этот СУГИ Принимает удар По патриотам Россия Конкретно Активисты Национального Собородительного движения И отбирают помещение У депутата Государственной Думы Которое ему положено По закону Обратите внимание Взамен они ничего Не предложили То есть они идут В нарушении Федерального закона И отбирают помещение Которое По закону Было выделено Для депутата Государственной Думы Чтобы он встречался Со своими избирателями И вот там 450 депутатов И всех их защищает закон Так в данном случае Мы наблюдаем Просто Они пинают Плюют на закон Ничего взамен Не предложили Центру управления По городским имуществам И просто выселяют На полгода Выкидывают людей И запрещают доступ К депутату Такое впечатление Что они чувствуют На собой Какое-то покровительство И наверное Это покровительство Явно Американское А точнее В том числе И надежда На работу Судов Российской Федерации Которые также Защищают Права граждан Ну в соответствии С международным правом Так называемым И поэтому Есть опыт Обращения в суды По гражданам По требованию Расследования События 1991 года И совершенно Постоянный отказ Вот этих судов И совершенно очевидно Что если граждане Обратятся опять В суд За восстановление Справедливости То американское Правосудие Им опять откажет Ну а если будет Миллион исцов У нас надежда Только на это На давление народу Что народу будет Вот первые 105 тысяч подписей Верховный суд Российской Федерации Он что Просто послал На хрен 105 тысяч человек А сможет ли он Вот так вот Отфутболить Миллион человек Да Это Михаил Ты сейчас говоришь Про иск Про Горбачева А я начал речь Про то Что когда граждане Незаконно выселены Из помещения Центрального штаба Вдруг Обратятся в суд С тем Чтобы Восстановить Своё присутствие В помещении Центрального штаба То этот Суд Российской Федерации Который Отказывает 300 тысячному Иску Он скорее всего Тоже откажет Восстановление граждан В их законном Помещении Вот такая мысль Ну то есть Ну понятно Судебная система Продолжает работать На американцев Меня спрашивают Что такое ЦУГИ Вот еще раз Показываю крупно Центр управления Городским имуществом По указанию Которого Это самое Вытащили мебель Всю С помещения Депутата Государственной Думы И запретили ему Встречу с избирателями То есть вот это ЦУГИ А на базе Этой площади Находится Что Штаб Национального Освободительного движения В помещении Центрального штаба Фактически Произведен Погром Там Полнейший Беспорядок Куча Пыльных Строительные Отходы Все Загрязнено Присутствует Как говорится Мерзость Запустения И беспорядка И кстати Вот надо еще добавить Что Вместо того Чтобы стоять в пикетах И разъединять людям Что мы колонию По конституции И чтобы присоединялись К иску Против Горбачева И законным способом Возвращали наше отечество Границы 45-го года Итоги Второй мировой войны Наши соратники Вынуждены Ночевать Сегодня вот ночью Они были вынуждены Ночь провести на полу В Центральном штабе Только чтобы Не перерезали Новые замки Не поставили И чтобы полностью Не отжали Это помещение То есть они Они теряют свое время Усилия Для того чтобы Охранять штаб От возможных Повторных Посягательств Вот Поскольку охрана Присутствующая До этого В Центральном штабе Она не смогла Остановить Попытку Рядерского захвата То есть Возможно Что она и сегодня И завтра Не остановится Поэтому Большое количество Участников Национального События Находится В Центральном штабе Круглосуточной Для того чтобы Его защищать От возможных Повторных Посягательств Опять же Сейчас уже пишутся Сотни письма В прокуратуру Следственный комитет Сейчас и прокуратура Следственный комитет Будет реагировать На все это Андрей Я тебя вынужден Немножко прервать Потому что есть Здравствуйте Я Елена Национальное Соболистное движение Иваново Ивановской области Как услышала Вчера Об этом событии Приехала в Москву Для проведения Ряда мероприятий На эту тему И попутно Хочу сообщить Что Балки в колеса Нашему президенту Есть кому Внутри В центре России Вставлять Есть кому Вот например Мы считаем Что указы президента Саботируются И в районах И в нашей Ивановской области Но это наше мнение Прошу его выслушать Ивановской области Да Ивановской области В середине октября Президент Издал указ О том Чтобы обеспечить Безопасность Жителей Центрального района К которому Наша область Относится И естественно Всех южных районов Обеспечить Бомбоубежищами И обучить Персонал Из жилищных управлений Как себя вести И как в таких ситуациях Вообще Организовывать безопасность Мы не видим Никаких движений В нашей области На эту тему Это было В октябре Наш управленческий Бомон Собрался Не через Три дня Не через Три недели Они собрались Через три месяца И издали Постановление Состоящее Из нескольких Пунктов Один из этих Пунктов Гласит о том Что бомбоубежище Жители Ивановской области Иваново В частности Должны делать За свой счет Организовывать За свой счет То есть народ Ближележащих территорий Должен скинуться Для того чтобы Такие они Постановления Издают Которые Заранее Понятно Что неисполнимые Поэтому все Благие намерения Президента Просто гасятся На уровне Пятой колонны Саботаж Местечковых Вот этих Управленцев Да Это очень хороший пример То есть мы Боремся с огромной Системой Мы помогаем Владимиру Владимировичу Снизу как бы А он сверху Но мы не можем Как бы замкнуться Да То есть Потому что Огромное количество Прослоек Между нами И им Да Которые решают Как власть в стране Решают Все в своих интересах Да Великолепные Это Путинские указы А указы Как мы знаем Не имеют Как бы Власть Это силы закона Указы президента Да Надо обязательно Указом президента Давать силу закона И наказание За неисполнение Этих указов Иначе Да Это все Получается Пустая бутылка Обычный народ Думает Что это президент Ничего не делает Что президент Плохой А в законах Не каждый будет Разбираться Сидеть Думать А президент Не имеет права Никому ничего приказывать По воле народа России Между прочим И СМИ Ничего не говорят И СМИ Это замолчат Американские средства Массоинформации Замолчат Наши постановления Мы только случайно В интернете нашли Потом стали отслеживать Ребята А что же вы делаете Обещали Что вы нам К середине февраля Все эти пункты Выполните Как у вас было Как говорится Написано там Так с середины февраля Сколько уже прошло А вот и ныне там Понятно Всего доброго Огромное вам спасибо Большое спасибо За комментарий Вот еще раз Я покажу Что это такое за центр Центр управления Городским имуществом То есть Проще говоря Это некоторый чиновничий аппарат Который разруливает В своих интересах Совершенно верно И мы вот этим пикетом Доводим до этого Чиновничного Чиновничего аппарата Наше возмущение И сплоченность Против попытки Незаконного захвата Помещения Центрального штаба Просто так Мы не дадим Мы будем стоять И действовать В рамках закона Поскольку никто Это помещение Официально у нас Не отнимал Нет никаких решений Суда Есть только Пожелания Чиновников ЦУГИ Скорее всего Да Причем там Выкладывали документ Вчера В котором даже Печати не было Печати Подписи не было Просто Они приняли решение Что надо вынести Всю мебель И на полгода Заморозить доступ В это помещение Но по закону Они обязаны Тогда обеспечить Другим помещением Как депутат Государственной думы Сможет встречаться Со своими избирателями Как по закону Его защищает закон Они обязаны Предоставить что-то другое Они это тоже не делают То есть простыми словами На полгода Они хотят заморозить Активность патриотов В стране Причем самый главный Центральный штаб В Москве Именно на это все и идет Да, как раз именно сейчас Очередной виток Противостояния Противостояния И просто так Мы не оставим Этот вопрос Мы будем стоять В пикетах В рамках закона Доводить до Чиновников И всех уровней Горостей Факты незаконности Отъема Попытки отъема Помещения Центрального штаба Редовский захват И задействовать Подготовку Общественного мнения Очередную То, что Действия чиновников Они основываются На конституции Русской Федерации И они не слушают Президента совсем Обеспечивают Приоритет Внешнего Американского права Над российскими А также Коррупция Которая Здесь Несомненно Присутствует Я просто уверен Эта коррупция Насаждается Из-за рубежа И 30 лет Она Насаждается Поощряется Как инструмент Разрушения Российской Федерации Изнутри Путем Последствия коррупции Это Повышение Социального напряжения Разрушение Системы Государственного Управления И Создание Майданных Настроений Так что Опять же Вопрос Возвращается К нашей На кого работают Чиновники Вопрос Они работают На американскую власть На американское управление Андрей Большое тебе спасибо Сейчас я еще крупно покажу Это самое Возле какого Таблички ты стоишь Государственное унитарное Поприятие города Москвы Центр управления Городским имуществом Москве Московская область Она называется Да Уваженность Сейчас секундочку И рядышком Здесь еще одна табличка Очень интересная Вчера мы видели Значит Огромное количество народу Здесь Отдельно стояла таблица Российско-израильское Агентство Нью Израиль Центр Репатриотизма Репатриация Я прямо не шучу Что вот этот Израильский Культурный Обратите внимание Центр Натив И вот здесь Вот стояла табличка Мы ее снимали Огромное количество людей Стояло в очереди И стояли Они совсем не в Академии еды Они стояли На репатриацию И там прямо было написано Центр Репатриотизма Стоять Здесь То есть Вы можете понять Что Как бы Совсем не случайно Здесь И Плехановский институт Конечно же Который Со времен Имперской Царской России Это просто Фундамент Оплот Но за последние 30 лет Я же на предыдущей трансляции Объяснял Они его очень сильно Перековали В либерального Толка направления То есть Фактически Они действуют На разрушение государства И вот этот вот Культурный центр Под эгидой Министерства науки Образования Да Через Строгановский Университет Да Через другие университеты Начинают Ставить ректоров Назначать их просто То есть Раньше была Выбранная система И преподаватели Студенты Могли проголосовать Теперь этого Ничего не существует Теперь Теперь Парень Готовит война Судья незаконно Решает Помещение патриотов Парень Несколько платят А то я Может с вами постою А стойте Бесплатно 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 Ну вот Вилл какой патриот Говорит Бесплатно Тогда нет Стойте сами Вот и весь патриотизм Вот и весь патриотизм Ну все натурально Прям центр репатриации Как был написан На вчерашнем Вывеске Репатриация Меня вообще в шок Это в дрожь бросает Патриотизм Они его Перековывают Равильф Равильф Правильно Вчера сказал Это предательство Родины Вот и все Наверное да Уважаемые соратники Мы все Сплочены в эти дни И в частности По поводу Защиты Помещения Центрального штаба Я просто уверен Что приедут Наши соратники С дальних Районов Регионов Москвы А также С дальних регионов России Для того чтобы Поддержать Больше Заполнить Я думаю Что следственный комитет Прокуратура Которая сейчас Получает сотни Обращений От наших патриотов Тоже Среагирует На все это дело И будет какое-то решение Потому что То что чинят Иностранная власть Чиновники Подпендосной И судебная система Это уже просто Терпеть уже невозможно Андрей большое тебе спасибо За пикет Я заканчиваю Свою трансляцию Это рядом с Плехановкой Центр Цуги И центр репатриотизма Новый Израиль Так называемый Все Всем счастливо Всем до свидания